Всем привет дорогие друзья, с вами я Юрий Аксёнов и это моя постоянная рубрика Gameplan, посвященная обзору новых андроид игр. Не забывайте поддерживать данное видео лайком, ну а мы начинаем. Первая игра на сегодня это продолжение популярной скейтбординговой аркады под названием Skateboard Party 3 Greg Lutzka. Данная игровая серия является одной из лучших мобильных интерпретаций на тему скейта. В новой части игры вам предстоит покататься за одного из именитых и известных скейтбордеров Grega Lutzka. Каждый уровень представляет из себя хорошо проработанную локацию и стилизованную под различные города мира. К слову здесь есть даже Москва, в которую вам предстоит погонять прямо по Красной площади. Чтобы разблокировать уровни вам необходимо выполнить поставленные цели. В основном они заключаются в сборе очков, поиске скрытых предметов и выполнении какого-либо трюка в определенной точке локации. С каждым новым уровнем сложность заданий будет увеличиваться и выполнить их будет не такой простой задачей. Говоря об управлении, то оно хоть и достаточно аркадное, но зато достаточно удобное для игры на сенсорном экране. Присутствует в игре возможность кастомизации, которая заключается в смене досок, персонажей и их одежды. Лично на мой взгляд данная игра является отличной мобильной альтернативой Tony Hawk's Pro Skater. Вторая игра тоже является продолжением популярной франшизы, но в этот раз гоночной. Называется игра Revolt 3 и в ней, если кто не знает, нам предстоит участвовать в заездах на радиоуправляемых машинках. В этот раз игра обновила свою графику и стала выглядеть более современно, но при этом она оказуалилась и заболела множеством болезней современных игр, например такой, как запас энергии. В игре вас ждет более 50 радиоуправляемых машинок, которые вы сможете улучшать, также имеется возможность собрать свою собственную модель. Говоря о переработанной графике, то в принципе игра стала выглядеть более симпатично, но все же разработчики могли бы сделать игру еще более детализированной. Количество гонок в игре превышает 100 штук, но все они будут, на мой взгляд, не такими напряженными, как в первых частях данной серии. Следующая игра это новая часть одного из самых популярных мобильных скролл-шутеров под названием Sky Force Reloaded. Игра очень сильно выросла по сравнению с предыдущей частью, причем это касается как графики, так и геймплея. Локации стали выглядеть более обширно, благодаря их детальной прорисовке. Появились более интересные наземные противники, да и в целом все визуальные эффекты также были улучшены. Геймплей в принципе такой же, но была улучшена система прокачки вашего боевого самолета. Ну а в целом игра продолжает оставаться весьма качественным, динамичным и интереснейшим скролл-шутером, и как следствие просто обязана попасть к вам на девайс. Далее в моем списке идет игра под названием War Toteis. В ней вам выпадет честь оказаться на спине первой в мире боевой черепахи, и вести обстрел противников из размещенного на ней пулемета. Звучит очень круто и многообещающе, лично я поддался на это, но в итоге был слегка разочарован, ведь игра оказалась всего лишь навсего тиром. В игре вам предстоит отбиваться от волн наступающих противников, зарабатывать деньги и тратить их на покупку и апгрейд оружия. По мере прохождения будут появляться новые виды противников, а также будут меняться локации. На самом деле идею этой игры можно было реализовать намного круче, но в итоге у разработчиков получился таймкиллер, который способен увлечь максимум на 10 минут. Завершать сегодняшний выпуск платформер Sheffield Road Down of Elf. Игра выполнена в лучших традициях своего жанра и рассказывает нам о приключениях эльфа. Наша задача, проходя уровень за уровнем, добраться до алтаря и достать некий волшебный камень. На вашем пути будет возникать множество различных преград и опасностей, в виде обрывов противников и боссов. Очень необычно в игре выглядит то, что убийство врагов здесь выглядит как превращение их в растения, но вот ваша смерть выглядит не так радужно. Игра хоть и обладает пиксельной графикой, но впечатляет своими качественными анимациями. Если вы любите платформеры, то рекомендую не пропускать данный. На этом на сегодня всё. Благодарю всех за внимание, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok